друзья привет с вами зона ремонта на raptor tv я леонид вот он трупик приехал к нам на такси человек ехал 15 километров в час из-за травы не заметил бордюр бабах ногу покоря был слава богу что только такими небольшими травмами обошлось но самокат сломался просто отскочило колесо что же здесь сломалась смотрите вот здесь устроена как устроена здесь вот это всеми весь механизм вот такой здесь шток с резьбой на него все крепится подшипники рулевые все и вот сюда образаторы он просто обломился обломился на месте сварки мы сейчас ему поставим новую эту штучку все назад соберем подкрутим покажем вам что же там в рулевой как все устроено что за что отвечает ну и собственно все самокат будет готов человек будет в такую прекрасную погоду ездить получать удовольствие а мы вам некий контент предоставим друзья очень много самоката в ремонте прочитали ваши комментарии под видео да просите более детально разбирать ну будем так умеренно знаете чтобы не растягивать там на 40 минут там такие вот видосики там в 10 минут чтобы укладывалось будем ремонтировать постоянно что-то привозят что-то отламывается чтобы могли сами в своих домашних условиях либо там в гаражных условиях как-то ремонтировать вашу технику может быть будет это видео полезно для вас как небольшие видео уроки ну что затаскиваю в этот самый мастерскую трупика и будем чинить вот смотрите кстати когда отвалилась эта вилка было падение и потерялся подшипник нижний но не беда у нас есть донор один вот этот halton rs2 попал который под газель весь по раскореженный на побитый мы сейчас с него вынем нижний подшипник и установим туда сложность есть небольшая ну что здесь видите вот этот шток согнут поэтому его сейчас болгар очки так вот отпилим ну смотрите накинули мы новую деталь ушку потом на месте уже протянем законтрагаем чтобы не было ни люфтов ничего следующий этап надо снимать амортизатора один мы открутили они кстати многие спрашивают там надо не надо вот эти чехлы чехольчики мы просто их используем велосипедную камеру берете с велосипедной камеры амортизатор сначала надо весь промыть смазать там не знаю шрус 17 солидол там любой смазкой потом надели чехол все пыль туда попадать уже не будет соответственно он никогда у вас не закрепит амортизатор просто так вы не открутите смотрите потому что когда вы крутите амортизатор у вас вместе с ним крутится гаечка сейчас мы и зажимаем клещами зажали все теперь пошел процесс не забывайте кстати можно и посадить на красный фиксатор но в принципе здесь есть гроверные шайбы они не дадут вам откручиваться вашему процессу все этот открутили сейчас откручиваем 2 сюда все накидываем ну и собираем потом покажем вам результат ну все собрали теперь осталось подтянуть здесь дочь очень удобно подтягивать эту гайку здесь упирается в гусак поэтому берем мы ключ на 36 сначала затягиваем одну стянули так еще немножко сильно перетягивать тоже нельзя все отлично а теперь эту гайкой контрагаем чтобы она никогда не раскручивалась все законтрагали переодеваем вот это колечко волшебное которое все будет закрывать колечко одели и кстати удобно что есть резиночка я грамотно продуманно туда не будет ни влага не попадать ничего мы и собственно одеваем всю рулевую стойку все стойку одели а теперь нам остается затянуть хомут сейчас мы его наживим потом поставим на пол и уже протянем конкретно вот смотрите о чем я вам говорил вот такой красный фиксатор мы используем бывает два вида бывает синий для небольших болтов но мы используем красный потому что болты мощные перед этим надо обезжирить вот так обезжирили продули наносим фиксатор на болт он уже у вас никогда не открутится от вибраций начинаем закручивать по такой схеме сейчас еще два других болта спускаем выровняем и делаем протяжку а потом прокатимся посмотрим но все в общем да собрали мы самокатик давайте сейчас пробуем прокатиться все отлично работает знаете что еще такой момент сильно эту гайку затягивать нельзя потому что если вы сильно ее затяните у вас где сварной шов вот к этой пластине приварен шток сильно будете тянуть он просто сварку вас вырвет поэтому тоже должно быть определенное усилие чтобы не было и люфта и чтобы ну какой-то грань держать и кстати еще такой небольшой лайфхак завершению наверняка многих из вас бесит вот эта тема да когда гриппсы крутятся я прям вообще мне так раздражаюсь я сам покажу как сделать так чтобы гриппс не крутилась стояла мертва для этого вам потребуется обезжириватель обычный обезжириватель шикайте в гриппсу и на ручку она элементарно одевается когда обезжириватель высохнет там высохнет в скором времени все ручка уже будет стоять мертва не надо ни супер клеем ничем обезжиривателем все будет прекрасно все друзья пишите рекомендации пожелания что еще делать будем снимать видео стараться для вас всем пока